Эмми, ты здесь? Я собирался к тебе, заходи. Ты не сохранила кусочки от Чека Минкса? Швырнуть бы их ей. Не, не сохранила, нет? Ну ладно, у меня хоть что есть. Доволен, как и ребенок под Рождество. Звонил в автоклуб, приобрел карту и продолжил маршрут до Санта-Фе. Место живописное, надо посетить все. Будет здорово. Свежий воздух, свежий город, да? Ммм, и еще кое-что. Как только бабло будет, я вернусь на Юрфак. Что? Думаешь об этом, а? Так, юная дева, взвором безумным, не молчи. Ты вертанье дал раскрыть мне. А, да, верно, слишком запиздился я, да. Ну, говори, значит, что там. Последний день в Санта-Барбаре, да? Хочешь навестить друзей? Нет. Подшвырнуться по сувенирным лавкам, что-нибудь еще? Давай сядем и поговорим. Ладно. Ну, самочувствую. Ты, честно, не беременна? Мне надо тебе сказать хоть что. Что такое? Я передумала. Насчет Санта-Фе? И не только. Вчера мы поддались куражу и замечтались, как бы. Это хорошо, но... не то. Я возвращаюсь в Ньюст-Эйленд. Мы с Джоном летим сегодня в 9 вечера. Пока безрезультатно, мистер Тайлер. Тогда проверьте третий сектор. А лодки отправьте к островам Чаннел. У меня предчувствие, что они там. Закончите поиски и отзовитесь, да? О, нифига себе. У нас перед домом что, вертолет, что ли? К обеду будут сановники. Чего им подать-то? Мэйсон, ты в курсе всех дел. Надо разыскать Иден. Вернуть и остановить твой захват компании. О, ну да. Передам Розе, чтобы не суетилась, а то она обрадуется-то. Тебе все это забавляет, да? Напротив, все это очень серьезно. Боюсь искать ее все равно, что пресловутую иголку в стоге сена. Скорее, как ту соломинку, что может переломать верблюду хребет. А верблюд это я, да? Не очень-то вежливый с твоей стороны, да? Но сделаю скидку на стресс. Продолжайте вести поиски, капитан, да? Мистер Тайлер, докладывает второй вертолет. Да, слушаю вас. К сожалению, но яхты Кэпфелла в пределах видимости не обнаружено. Да, приятно, кайфово, бля. Кайфово, бля. Кайфово, бля. Скажи. Почему именно остров Сан-Мигель? Его западное побережье, чтобы никто нас не нашел. Теперь другую сторону. Ладно. Может, за одной ноги мои тоже, да? Молчи, а то нот размаживаем. Потом поплаваем? Что ж, можно. А можно и пропустить. Другие предложения? Я могу обработать твои ноги для разнообразия. Масло от омаров еще не высохло. Разве я его не съел, бля? Серьезно? Искупаемся, давай, а? Только вместе с тобой. Сказал он без энтузиазма. Давай предлагай, это ведь твои каникулы тоже. По правде есть кое-что, чем я предпочел бы заняться. И что это? А вот что. Я знал, что ты заглянешь. Рубашку можно взять, но единственный галстук не смеет трогать. Спасибо. Постой-ка, это мой костюм? А чей же? Его тоже нельзя, вдруг меня вызовет президент. У меня есть собеседование сейчас. Ладно уж, но для какой работы ты вырядилась мужиком, ёпта. А черной фуражки у тебя нет? Денис, ну и ладно, я что-нибудь куплю. А если не устроишься на работу? Сяду с ней на паперти. Кстати, куда делись остатки черничного пирога, что я испекла? Ах да, тот пирог. Спасибо, что спросила. Келли размазала мне поебальнику его. Правда? Да, да. Мы играли в полицейских и воров, было очень смешно. И всё благодаря твоему пирогу. Ник, скажи ей правду. Я подумала, что ты его подружка. Дженнис, не кипятись. Келли всё знает. Всё прояснилось, да? Поверь, между нами ничего не было. Ник не в моём вкусе. Где-то я это уже слушал. А вот его брат Дилан, другое дело. Я Дженнис. А Келли, очень приятно. Ты очень приятная. Не, мне пора. Фуражку куплю по дороге. Ты права, на собеседование идёшь, да? Да, одно из самых богатых семейств ищет нового шофёра. Хотя бы не отсеяли бы меня, ёпть. Главное, чтобы ты свой пол уставила. А что за семейство? Лакриджи, пожелайте мне удачи. Я всё решила. Ну? Непонятно. Нет. Брик, мне хотелось бы уехать, начать новую жизнь, но... оплощать свои мечты с бесстрашным заздором с тобой. Но всё-таки... Я бы... Мать сейчас, как бы... И у меня есть замечательный сын. Моя жизнь изменилась, и приоритеты тоже. На воплощение задуманного уйдёт 20-30. Это уже как бы не то. Джонни никогда больше не будет таких возможностей, как сейчас. Детка, но он даже не узнает. Это же не важно. Важно для меня. Ньюстейланд – это воплощённая мечта уже. Выслушай. Ты подарил мне великолепный вечер. Был рядом со мной, посвятил свои мечты. Мне с тобой классно. Аттракцион Брик и его мечты. Южная Калифорния. Спасибо, что посетили нас. Ты всё понимаешь. Там будет уйма возможностей, с этим не поспоришь. Предложение Минкс сомнительное. Взамен ей что-то нужно. Да, знаю. Возможно, всё не так уж страшно. Можешь остаться и выяснить всё, да? А я возвращаюсь. Эй, милльопти, ты нужна мне здесь. Прошу. Решай сам. Рейс сегодня в девять. Можешь лететь с нами или остаться здесь. Чтоб ты не решил никаких обид, обещаю. Ну, если я не поеду, это пиздец. Я всегда... Всегда буду тебя любить. Эми, Эми, постой. Что с ним такое? Слушай, Брэндон, ты сторожи тут, а я хожу наверх за плавками. Я сейчас быстро приду, да. Хорошо. Я первая сказала. Я позвонила в дом Локриджа, и кто у телефона? Брэндон Кэффел. Кого вам позвать? Номер 555-4315. Да. О, не вовсе, Гася. Да, я у вас дома. Не может быть. Мне пора. Полировать не нужно. Всё, я дома закончу. Всё, извините. Да, мне надо идти. Кто звонил? Алло. Какая-то тётя. Она не представилась и повесила трубку. О, привет, Брэндон. Готов? Да. Побежали. Всего-то пару минут, миссис Локридж. Мне срочно нужно в Санта-Барбару. Какой ужас. Извините, извините. Созвонимся на следующей неделе. Всё, да, извините. Невероятно. Лайнелл притащил его домой. Да, до свидания. Лайнелл Локридж? Вы отпустили ребёнка с Локриджем? Он ведь сосед, сэр, и сказал, что всё время с ним играет. Простите, мистер Кэпфелл. Вас обманули, и никто не предупредил. Если подобное повторится, мы с вами распрощаемся. Так и знайте. Не весело, когда в семье такой расклад, правильно? Нет, но нам не впервой. Я в любой миг могу уйти, как только ты счёт Иден. Из-за Мэйсон у нас на это сутки. Ничего, я понимаю. Начнём вторую главу. Вторую главу? Да, героини, которой вы с Иден. И у вас, как бы, да. Сплошное повествование, поэтому расскажи мне всё. Курьёзы, случаи совместной жизни. Взгляд изнутри на детство представителей клана Кэпфелл. Как это было? С чего ты взял, что я расскажу? Можем поговорить об этом тоже, если захочешь. Располагайся поудобнее. Терпеть не могу диктофона. Я сразу зажимаюсь. Представь, что его здесь нет. Я записываю только для моих ушей это. Говори, не стесняйся. Глава вторая. Сёстры Кэпфелл. Представь, что это цукини. Ну, давай. Ладно, поехали. Да. Я, помнится, когда я впервые поняла, что мы с Иден-сёстры. Захотела я одолжить у неё балетки. Мне тогда было пять лет. Короче, неважно. Я ей заявила, что они слону в пору. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Нет, нет, нет. Нет. Ты что, мне отвергла, блин? Не очень. Ты перегрелся я тоже. Надо охладиться нам. Как солнце может охладить. Слушай, внешнее тепло вредно. Пошла я искупнусь. Ты мокнешь ведь? Ты со мной или как? Можем доплыть до ближайшего острова и заняться его исследованием, ладно? А если... Ну, ты понимаешь, да? Мне-то хотелось на пару деньков оказаться отрезанным от внешнего мира. Но... А не открывать новые материки. Давай же, прогуляемся, найдем плоды хлебного дерева, дыни, там... Надо бы обсудить все за и против, а потом бросаться в авантюру. Нет. Ты как хочешь, а я иду купаться. Идана, слабо без купальника, блин. Можешь спорить хоть сколько угодно, но Брэндон пойдет со мной домой, блин. Я не заявляю на тебе в полицию, чтобы не расстраивать мальчика, блин. Погоди-ка минутку, блин. Слушай, Брэндон, не окажешь мне огромную услугу? Пойди наверх и собери свои вещи. А я тебя позову, когда мы закончим. Ну, тебе что, попадет? Нет, нет. Что, у Мэйсона громкий неприятный голос, но... Ступай наверх и тебя позову. Давай, иди. Дети не любят, когда кричат. Это их пугает. Так и похищение. Испугался? Поделом, бля. В другой раз неповадно будет уходить с чужими. Да ему не чужое, тебе это известно, блядь. У меня есть право видеться с ним, когда пожелаю. Лиши ли меня сына с внуком, этот номер у вас не пройдет, бля. Опекуном мальчика назначен я, так что сейчас прав у меня побольше будет. Понимаешь? Да его 18-летие решать мне. Смешно, ты ему даже не близкий родственник, бля. И какая, скажи, разница? Мы следуем букве закона, оставь сантименты. Джина его мать. Он ее знает, любит, этого не изменить ни тебе, ни Сан-Таню, ни даже Августии. Что? Стой, 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 бля. Что ты так переплашился, Мэйсон? С какой радостью прибежал сюда и Брэндона уводишь из нашего дома, бля. Да ты был бы благодарен, чтобы мальчик тянется за вниманием и в зне, ёпта, бля. Как его недостаток отразился на тебе, бля. Он тебе сдержал вас с Ченнингом в ежовых рукавицах. Не стоит обсуждать это с тобой, бля. Замяется. Если спросишь меня, ты ничуть не лучше моего батона. Под твоим присмотром Ченнинг мог стать еще более опорочным. Вряд ли это возможно. Неспроста твой внезапный всепоглощающий интерес к Брэндону. О чем ты, бля? Не притворяйся, Лайнел. Все знают, сколько хорошо упакован этот малыш, бля. С ним ты получишь все, что так долго вожделял, бля. Я вижу, как мысленно ты уже потираешь ручки свои, бля. И огогочишь от грядущих возможностей. Это такая хуйня, что ты сейчас пиздишь, бля, вообще пиздец полный. Мэйсон, у меня много целей жизни. Но подражания Кэпфеллам не из них числа. Мне ни в чем не хотелось бы стать хоть сколько-нибудь похожими на вас. Чудно. Держись подальше от Брэндона Кэпфелла, и все будут спокойны, бля. Брэндон? Пошли, нам пора. Перевес на вашей стороне. Но долго это не продлится, запомни. Я буду видеться с Брэндоном, когда пожелаю. Если тебя волнует чувство ребенка, давай сменим тему. О, отлично, ты готов. Да, попрощайся с Брэндоном. До свидания, Лайнел. Пока, бля. Славно повеселились. Да, было классно. Да, скоро повторим. Вот это вряд ли. Скоро, Брэндон. Даю тебе слово. Так, у тебя 5 секунд. Потом скажешь, что у меня в руке. Идет? Да. Раз, два, три, четыре, пять. Сложно. Монетки в 11 цент. Сколько? Четыре. Монеты в 5 и 10 центов, перочиный нож, кусок бычевки и лягушек я не заметил, но не уверен. Ну, вроде все. Как бы. Ты просто молодчина, Мэйсон. Спасибо, Брэндон. Кто тебя выучил в этой игре? Лайнел. Для тренировки памяти. Ага. Сказывается, большая игра, и придумал ее Киплинг. Лайнел знает много классных игр. Да уж, кто бы сомневался. А сегодня в бассейне мы с ним играли в акул. Не сомневаюсь, что... Лайнел очаровательная акула. Но не думаю, что он для тебя достойная компания. А что это? Я хочу сказать, что он... Тебе не стоит с ним видеться. Почему? Ну, видишь ли, он как серый волк. Притворяется добрым. Но это не так. Я... Не хочу тебя расстраивать. Но лучше с ним не встречаться, иначе твоя мама рассердится. О, рад, короче, сообщить, что у меня для тебя пренеприятнейшие известия. Их нашли. Крузоиден. Именно. Западу от одного из островов Чаннел вертолет уже на готове. Я вылетаю. Ну, быстро сработано. Да, точно, нам повезло. Но до скорого. Немезида близкая. Что случилось, Мэйсон? Да ничего, Брэндон. Пока ничего. О! Минкс говорит, ты решил не покидать нас. Истающий Санта-Барбаре. Боюсь, она выдает желаемое за действительное. Угу. Она говорила весьма уверенно. Лайонл, пора бы понять, что ваша матушка знает, чего хочет. Только не всегда это получает. Я собирался остаться. Но недавно передумал. Буквально пару минут назад. Ясно. Есть какие-то планы? Да. Братся подальше. Пора бы мне обзавестись своей собственной семьей. Это решение... Окончательная? И бесповоротная. Сказать бы, что мне жаль. Притвориться, что я искренне расстроен. Но не стану врать. Я рад, что ты съебываешь. Ещё бы, блядь. Вот. Оставляю на память нахрен. Я, конечно, рад. Но для конфетти повода мало. Нагороговатое конфетти будет. Этим чеком Минкс хотела меня подкупить. Отдать ей, поблагодарить ей, но подачек мне не надо. Я тоже рад, что всё вернулось на свои места. Санта-Барбеля меня ничего не держит. Без Эми здесь тоска. Молодец. Люблю принципиальных людей. Особенно в отношении моей мамаши. Я всё, я передам. Желаю попутного ветра. Серьёзно. Жаль, нам не удалось подружиться. Отношусь к вам с уважением. Неудивительно. Да, но вы мне не нравитесь. Всем не угодишь. Ладно. Ждём от тебя открыточку. Если надумаешь купить недвижимость, обращайся. Откроете? Мне ещё надо в гараж за вещами. Ладно. Конечно, только нам тоже кое-что оставь. Да. Добрый день. Вам нужен мой шофёр? Вот он я, во всей красе. Круто. 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 А, как оплала. Напугал меня. Прости, я не хотел. Сейчас мы это исправим. Страшная еда. Знаешь, сколько сильна моя любовь? Нет, посвяти меня. Замечтался. Хотела бы удить покаяние. В здешних водах. В здешних водах ни то не водится. Порой мне кажется, что я для тебя втором или даже на третьем месте, блин. И ты всё же понимаешь. Семья, да? Мне хочется помочь, да. Но ты не позволяешь мне это сделать. Такой серьёзный бизнес. В этих вопросах я не очень силён. Может, стоит подучиться немного? Нет. Нет. Мы бы были на одном уровне. Лучше оставаться самим собой. Учиться тебе ни к чему. Да. Раньше я пыталась изменить себя. И это было неправильно. Да, не аж чуть-чуть, да. Проехали, ладно. Я в эти пытался то же самое провернуть. Со мной? Да. То, что потерпел крах. Да уж, идеальная парочка. Кстати, не пора ли назначить нам дату нашего... Кодячий календарь. Какую дату тебе сейчас подавай? Скажем, ноябрь. Ну, семнадцатое. Семнадцатое? В этот день жалений с моими родителями. И мама всю жизнь будет нас души не чаять. Как тебе? Ну, круто. Сейчас не время. Ну, подумай сам. Отец, семейные неурядицы, компания. И так, и так, и так. Давай-ка определимся раз и навсегда, блядь. Хватит выёбываться, блядь. Точно бизнесмен напористый. Тебе уговорить сложнее, чем эскимоса купить холодильник. Блядь, я им товар не покупцам, что ли, блядь? Что ты? И упаковка, прелесть. Просто не уверена насчёт... 17 ноября. Так, так. Джинджер Роджерс, хватит изворачиваться. Мне нужен простой ответ от тебя, блядь. ЕС, да, ЕС нужен. Согласна, блядь. Поцелуй тоже сойдёт, блядь. Что там? Кажется, вертолёт. И летит он прямо сюда. Да, вот так вот. Накрыли нас. Делов на пару минут, мэм. Поторопитесь, мне ещё ехать долго. Лайнел, как ты мог привезти его в наше семейное лоно? Нет тебе веры. Стаж вождения у меня небольшой, врать не стану. Как бы... Но езжу я аккуратно, проколов нет. Даже водила грузовик. Работала... Манекенщицей, ныряльщицей на рыболовных судах. А что ещё? Барменшей. Барменшей? Здорово, ёпта, а где? Мексиканский ресторанчик Хьюстони. Коко-локо. Делаю лучше на свете маргариту. Неужели, блин? Ого, блин. Ну что я тебе скажу. Обычно шофёров при приёме на работе не просят смешать коктейли с гранатового сока и берёзового. Но чего уж там, у нас есть все эти ингредиенты. Сейчас продемонстрируешь своё умение, да? Что ж, блендер есть? Да, работающий, вот ещё кое-что. Нет, дай-ка сок лайма и ещё. Всё нормально, есть. Ну, стена ваша, действуйте. Прошу прощения, Лаймл. Поднимусь наверх и сразу в аэропорт. Передадите это вашей мамаше, черканул пару строк. Конечно, передам. Ой, извините, Брик, это... Дженис. А это Брик, это наш бывший шофёр. Ваш предшественник. Если договоримся, да. Привет. Вы на меня не в обиде? Нет, что вы. Желаю удачи, она вам ещё пригодится. Слушай, может пропустим-ка с тобой по берёзовому немножко, да, на пассажок? Дженис утверждает, что смешивает чудесно эти два сока. Не, не могу, у меня время в обрез. Глупости, у каждого из нас найдётся время для супер-сместительного сока. Решайся, выпьем за твое светлое будущее. Оставаться так друзьями, да? А что? Сейчас мне хотелось бы остаться. Неужели? Так всё готово, но мне придётся слегка пошуметь. Да действуйте, смело, не стесняйтесь. Это сногсшибательный получится, коктейльчик. Вообще класс. Из ваших ручек что угодно, Женя. Согласен, Брик? Да, Лайнл. Который сейчас, кстати, не опоздать мне на самолёт. Не бери в голову, Брик, мы посадим тебя в самолёт. Можешь даже не сомневаться, ты не опоздаешь. Да уж. Ну, одну. Они движутся сюда. Неужели что-то с батоном? Не знаю, милая. Иначе бы они стали искать нас. Ну, сходи с ума, пока всё не разберёмся. Ждать не так уж и долго. Успокойся. Иден. Круз? Привет. Что такое, батя? Не-не, он без изменений. Я тебя обыскался, бля. Зачем? Ну, Полтону настаивают на слиянии. А Мейсон пытается учиться в президентское кресло и всячески препятствовать сделке. У нас ровно 24 часа, чтобы создать совещание, да? И они уже на исходе. Так и знала, что он ударит спину. Вылетаем немедленно. Три минуты дашь? Ага. Я сожалею, Круз, но нам пора. Да. Не сардись. Хорошо, что твой отец в порядке. Слава богу. Может, я побуду здесь, а ты освободишься и прилетай назад? Не-не, я не смогу. Это займет какое-то время. И ты мне нужен рядом. Обещаю, когда все закончится, мы вернемся к нашим каникулам. Хорошо. Мне надо кое-что собрать. Ждем на палубе. Да, все. Надо обсудить до начала освещения. Для меня семья и отношения очень важны. Подожди. Надо перезарядить кассету. Когда-нибудь у меня будут дети. Двое, может, трое. Они будут называть меня мамой. А я смотреть, как они растут. Мне в радость видеть, как Брэндон познает этот мир. Недавно он учился наизусть клятву верности флагу. Так мило произносил слово «неделимое». Для него это очень трудно. Ты ладишь с детьми. У них у тебя их будет много-много. Целая куча. Сперва надо найти себе мужа. Мужа? Не идеального. Но творческого и независимого. Как бы да, с чувством юмора. И чтобы любил меня все время. Кажется, есть такое на примете. А у тебя какие требования? Это легко. Ты знаешь, что меня привлекает. В городе призваки. Телефонов не было. Алло. Да, здесь секундочку позову. Я предупреждала. Алло. Да. Да, спасибо. Разыскали, Иден. Совещание состоится, как намечено. Мне жаль, но нужно идти. Не только тебе. Никуда не уходи. Я скоро вернусь. Только недолго. Ты даже не успеешь произнить слово «неделимое». Брик придет. Я уверена. Перед моим отъездом вождь выжил из хижины. И преподнес мне в дар эту маску, как символ вечной дружбы. Более гостеприимных людей я не встречал. Мистер Локридж, у вас насыщенная жизнь. Мисс Хельсон, не так. Все еще в процессе. Замечательная Лайна. Который час? Мне в аэропорт надо. Скоро самолет, блин. Семь часов. Как? Вы это уже говорили пять минут назад. Похоже, ты прав. Эти часы остановились. Сколько уже? Да. А, полдевятого. Странно. Август еще не вернулась. Нужно срочно ехать. Эми ждет. Наверное, решила, что я не приду, блин. Мы поможем. Да уж избавьте. Мне надо... Не-не. Деннис, Дженнис, давай. Вы наняты шофером. Отвезите Брика в аэропорт. Да? Нет, это второе. Первым был классный коктейль у вас. Да, все. Хорошо, а где ключи? Не знаю. Я запамятовал. Вон они там где-то. Да-да. Это да-да-да. Вот эти. За вещами я пришлю, как устроиться на месте. Все. Конечно, жаль, что ты едешь так спешно. У меня заготовлена изысканная этническая пляска. Ну да, меня научили жители островов в океане этому. Отлично. Дженнис, идемте побыстрее. Да. На какой машине? На той, что перед домом. Роллс-Ройс? Да. Ведите аккуратней. Завтра увидимся. Все. Уже почти дома. Почти. Почти доехала. Дома меня не найдут? Небось удивился, когда мы с Эриком вышли в дверь, да? Было не так эффективно, как приземление Линдберга в Париже. Не мсти себе. Ты хотел украсть компанию, лишить нас права голоса. Что ж, ты свой шанс потерял, блин. И другого не представиться. Не будь так уверена. Ты проявила безответственность, не сказав о том, что уебываешь из города, блин. Как бы... Ты склонна подобным порывам. И недостойна управлять Кэпфелл Энтерпрайзес. Вот это не имеет отношения к текущему вопросу о сделке с Уолтоны. Подожди, Эрик. Ты что там себе выебываешься, Мэйсон? Тебе нельзя доверять подобной ошибке, я больше не допущу, понимаешь? Буду бороться со всеми доступными средствами. Всеми доступными? Ха ни хера себе. Ну не может платьями и любиркой, что ли? Канцелярской монограммой, блин. Это серьёзно, Иден. Я вернулась, и сделка состоится. Минуту. Без него Тед, кстати, нам нужен. Голос у меня его есть. А значит, ты в проигрыше, Мэйсон. Не напротив, Эрик. Может, я и проиграл этот раунд. Но... Мэйсон, твои недавние рекрутасы дают... ...партнёрам основания пересмотреть условия. А то и полностью отказаться от сделки. Ты хоть это понимаешь, блин? Предлагаю соглашение, Иден. Назначь меня исполнительным директором, и мы объединим наши голоса. Как бы с тобой. И предстанем сильной командой в глазах партнёров. Иден? Вопрос в том, сколько важно для тебя это слияние. И на какие уступки ты готова пойти. Ты не понял, Мэйсон? Мэйсон, выдержки у меня достаточно. Пусть даже упустим эту сделку. Мы переживём, и упрямство мне не занимать. Мы с тобой знаем, что она выгодна. Для семьи, для роста. Будь у тебя лояльность или деловое чутьё, ты бы нас поддержал, и сам это прекрасно понимаешь. А нашу вражду можно оставить на потом. Она права, Мэйсон, что скажешь? Мне надо подумать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Кажется, ты мне снилась. Который час? Около девяти. Лично. Нужно кое-что доделать. Не сейчас. Мне просто нужно... Не-не-не. Дай мне сказать пару слов. Без диктофона. Как бы, ну да. Ты невероятный. По-моему, ты отличаешься завидным терпением. Ник, ты неделями дожидался меня, верил в меня. Дал мне время, что разобраться в себе. Это произведительно просто классно. Я куда-куда зашла перед приходом сюда. Куда же? А? На кладбище. На могилу Джо. Пробыла там... Должно быть целую вечность. А через какое-то время стала думать о тебе. И о чернике. О моем приступе ревности. Поводом могло быть только сильное чувство. Кэлли. Я еще не все. Нельзя останавливаться, а то мне мужества не хватит. Я не скоро стану такой, как была в городе-призраке. Но теперь я знаю, что это не выдумка. Все было на самом деле. Что-то, что мы нафантазировали. Я все запутала, да? Не-не, все хорошо. На священии. Я думал о тебе. И на кладбище тоже о тебе. Я боюсь потерять тебя, Ник. Кэлли. Этого не случится. Да. Опять ты заговорил? Иначе просто пиздец я бы там... Ладно, я уже заканчиваю. Мне хочется быть рядом. Мне это по душе. Ты очень добр ко мне. Ну вот. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы с Джеком отправимся на папином самолёте в Гонолулу! Личная встреча необходима, чтобы успокоить партнёров! Мне очень жаль, но пока придётся на время отложить наши каникулы... На время? Да, конечно, я всё понимаю... Круз, вертолёт готов, можем доставить тебя обратно на яхту, а ты отгонишь её, не оставлять же в океане её... Не глупи, Круз не мальчик на побегушках, займёт кого-то из компаний займётся... Прости, я не хотел тебя обидеть... Пойду переоденусь, я скоро... Она удивительная... Из них с Джеком выйдет отличная команда... Да... Уверен, со сделкой будет полный порядок... Эрик, ты себе не представляешь, как я рад это услышать, блядь... Я знаю, знаю, что уже очень поздно... Но время ещё есть чуть-чуть... Он придёт, я уверена... Да, он появится у нас в любую минуту сейчас... Я об этом уверена... 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 Так, туфлю давай в пол, времени нет... Без проблем... Надо очень быстро успеть, не понимаешь? Ладно, ладно... Слушайте... Аэропорт у нас где? Что? Почти доехала... Ещё чуть-чуть... В конце дорожки направо... Ясно? Если пришёл... Обмен, HELP ВЗДА Субтитры создавал DimaTorzok